Мама внушала найди обеспеченного мужчину. Моя жена пьет. Звекровь всю жизнь ненавидела меня. В эфире служба спасения семьи. Сегодня мы вместе с Иереем Василием Лосевым, Марией и Алексеем Лисичкинами будем отвечать на ваши письма и звонки. Пишите нам на наш электронный адрес, а мы постараемся вам помочь. Здравствуйте. Наш дорогой гость. Отец Василий. Мария, Алексей. Замечательные дети. Во-первых, мы с этой семьей уже давно знакомы. Это наши старые друзья, но ваша семья это большой пример для всех и ваша фамилия Лисичкина, она вот очень ярко вас характеризует и у вас такой заряд энергии всегда. Нам хочется узнать все секреты и поговорить о ваших детях и как удалось так долго сохранить отношения в таком счастливом долгом браке родить восемь детей. Мария, а кого здесь нет сейчас? Старших нет. Иван Семен и Вера. Да, они работают. У нас уже трое внуков. Да, поэтому наше внездолисе разрастается, чему мы очень рады. Если у вас есть вера, наверное, надежда и любовь есть? У нас есть вера. Обязательно. Без веры никуда. Надежда, она всегда есть. Если есть вера. Ну и любовь. Поэтому в семье без любви никак. Без терпения, без любви, без веры и без надежды. Но я помню, что в вашей семье были испытания, связанные и с прерыванием беременности, направляли на аборты. Да. Мы говорили об этом, да? Вот удалось правильно ответить на все вопросы, которые вам задавали, благодаря тому, что вы сплоченный коллектив. Да, потому что когда мы пришли в консультацию, мы уже знали, что тройни по нам сказали, что категорически нельзя рожать в вашем возрасте, тем более после аварии. Меня два года собирали буквально из ничего. Вы сошли с ума. Зачем вам это нужно? У вас есть трое детей. И зачем? Это большой риск. Это уже возрастные какие-то могут быть моменты. Просто вы не выносите. Потом нам говорили, делайте редукцию лишних эмбрионов. И меня, конечно, трясло от такого обращения в святая-святых женской консультации, где должны были радоваться, поддерживать. Пришел мой замечательный муж и сказал, для вас они эмбрионы, а для нас они уже дети. Вот это вот поворотный момент. Да. Потому что вы могли опереться на Алексея. Конечно. Конечно. Вы когда узнали, что супругу вот так вот направляют на аборт, это же ваша святая-святых, ваша супруга, и вдруг вы слышите такое уничтожительное к ней отношение. Ваша реакция? Ну, вот какие страшные редукции. Конечно, было только одно, но, так сказать, держался в руках. Поэтому пришел к ней и просто объяснил, что все, идем, так сказать, выражаем. На папу был очень большой прессинг. Вы, как мудрый взрослый мужчина, вы должны понимать все риски. Вы должны... Это женская консультация. Но есть альтернативные врачи, которые взялись за нас, прекрасно провели мою беременность. Я была очень ответственная мама. Вот. И был еще один неприятный эпизод уже перед самыми родами. И я что-то хотела узнать. Результаты анализа буквально перед самыми родами. Были все скрининги, они были все замечательные. Мы до 36 с половиной недель доносили тройню. То есть они с хорошим весом все были. Я хотела узнать, кровь какая. И она пришла, дежурный врач. И не открыв даже мои карты, сказала, вы сейчас родите трех уродов и бросите их на государство. Каким местом вы думали? Вот буквально таким текстом. Хорошо, я была вот... Ну, мама такая уже с пробегом взрослая. Потому что девочка, которая лежала со мной рядом в сохранении, ей просто стало плохо, у нее скакануло давление. И я ее утешала, а не она меня. Если бы это была молодая мама, ей бы, наверное, было бы очень плохо. Ну, это испытания, которые не каждому под силу. Потому что если женщина молодая с этим сталкивается, если у нее нет супруга, она слышит эти фразы, она может неправильное решение принять. Знаете, вот когда слышишь это и видишь, да, всю красивую семью, про которых так говорили. Вот они, сидят перед нами, те самые, которые хотели редуцировать. Не надо никого редуцировать. Есть замечательные врачи. Вот мы сейчас были, когда на форуме МАМ, в честь Дня матери в Кремле, Лейла Адамян, по-моему, замечательный врач, она сказала, мы сохраняем всех деток. 500-граммовые, прекрасные дети. Ничего не бойтесь. Сейчас такая поддержка большая от государства идет. Сейчас все предусмотрено столько льгот, столько помощи молодым мамам, которые даже рожают без помощи. Ну, а у вас это разве было, когда вы были молоды? Нет, наши дети всегда рождались не вовремя, как нам говорили. Потому что Ваня родился на втором курсе института, со вторым ребенком я писала диплом. Верочка родилась в 91-м, когда это была просто катастрофа в стране, и ничего не было, нечего есть. Ну, папа мой всегда говорил, не война, хлеба на всех хватит, всех вырастим. Это Бог послал? Как вы это расцениваете? Конечно. Конечно, да. Спасибо замечательным врачам, спасибо Богу, спасибо всем родным, которые поддерживали, старшим детям. Да, я считаю, что семья – это совместное такое творчество. Послушайте, ну, мы уже много программ провели, и иногда такое мнение бытует, что ранние браки, они не крепкие. А у вас как раз брак ранний. Вот в чем секрет? Терпение, любовь и вера. Когда детям было 5 лет, мы долго к этому шли, и никак не могли решиться, потому что, ну, все бывает в жизни, и это очень ответственный шаг. И когда детям вот было 5 лет, тройняшкам уже старшие совсем были большие, мы решили, что откладывать больше нельзя. И в день рождения тройняшек на Казанскую мы повенчались. И для нас это был такой серьезный, осознанный шаг. Это должно было пройти где-то полжизни, для того, чтобы к этому прийти. Это долго вызревало, потому что были разные периоды, и тяжелые, и безденежные, и с работой тяжело было. Все было в жизни. Ну вот, если есть любовь, терпение и вера, это все преодолеть можно. А какие-то советы были от близких? Ну что, хватит рожать, или какие-то там вообще кризисы проходят в семье, и начинают какие-то советчики появляются. Было такое? Самое, да, это бывает даже от самых близких людей, от самых любящих, которые тебе желают добра. Моя мама была в ужасе, когда мы... Мы не сказали, что мы ждем тройню, вот, потому что она очень за меня переживала после аварии, и она была в ужасе. А потом мы ей говорили, когда последующие, ей 85 лет, что когда уже последующие родились, мы сказали буквально вот перед родами. Я поехала в роддом. Пусть не переживает. Давайте-ка мы сейчас... У нас тройняшки наши сидят, зевают уже. Мы сейчас спросим двух девочек и замечательного нашего кадета, что бы они пожелали? Вот, девочки, что бы вы же пожелали папе? Терпения. А что, не хватает? Ну, хватает. Юристы терпеливые люди. А музыканты еще более терпеливые. Ну, если покормить еще. Еще больше терпеливые. Покормить? Да. Понятно. А что бы ты маме пожелал? Скажи, пожалуйста. Маме? Ну, тоже терпение. Так. Побольше улыбаться. Ага. Вот. Чтобы на работе все получалось. И... Чтобы все было хорошо. Чтобы здоровье. Ой, какие замечательные пожелания. Отец Василий. Вот видите, какие прекрасные лисичкины. Побольше бы таких лисичкин. Нам это сегодня очень нужно. Это намек? Да. Нам всем нужно смотреть на такие примеры. Удивительно. Потому что действительно видно, что есть и вера, и любовь, и надежда в этой семье. Никто друг друга не оставил. Наверное, конечно, были какие-то искушения в жизни. Вот. Но все пережили, все прожили, продолжают вместе трудиться над семьей. Потому что семья – это тоже творчество, это тоже труд. Вот. И если говорить о пожеланиях, я хочу сказать, чтобы Господь вас хранил на многие-многие лета. И чтобы вот цвет вашей любви, он проливался на всех других людей, которым нужна вот такая, немножечко такой толчок и помощь. Вот сейчас вас посмотрят на вас, скажут, какая удивительная семья, а почему у нас что-то не получается? Ведь у всех проблемы есть, но у некоторых даже очень получается. Знаете, вот у нас есть письмо такое, как раз вот хотел я вам его зачитать. Вот пишет нам человек, мужчина, мне уже 40 лет, не был женат и не тянет. Хотя в 30 лет хотел семью, друзья с детьми, когда я их встречаю, не светится от счастья. Постоянно дом, работа, дом, работа, а я тружусь на себя. Квартира, дач, машина есть. И жениться сейчас, то еще удовольствие. Недавно статистику опубликовали за первое полугодие этого года по разводам. Так вот, 95% разводов. Другими словами, у тебя шанс стать алименщиком, 95%. Зачем оно это надо? Вот понимаете, человек рассуждает уже. Дожил до 40 лет, а не понял, что самое главное-то в жизни. Не вот не машина, квартира, дача, как он пишет, такой набор джентльменский. Отличимый опыт. Так. Я считаю. Потому что... А что вы сказали такому человеку? Вот он пришел, сел с вами за стол, говорит, ну и чего, ну да. Чем ты хвалишь на меня квартиру машины? Честно сказать, что если человек хочет создать семью, он ее будет, во-первых, искать пути решения. То есть, допустим, если он познакомился с кем-то и не получилось, не сошлись характерами, ну совсем все плохо, значит, ну разведутся. А потом найдет, допустим, он та, которая вот ради нее жизнь отдаст. И так он все с ней, всю жизнь проживет. И родит она ему десяток. Такое ощущение, что какой-то он обиженный, нет? Ну это собственный опыт. Какой-то негативный, скорее всего, был, конечно, человек. Это все переживает, через себя пропускает и в результате... Конечно, он себя пробует оправдать даже статистику. Он же пытается оправдать себя. Сглашусь с супругом, потому что выглядит это как обеда взрослого мальчика. Мне что-то не додали. Я вот не буду вкладываться. Если ты что-то хочешь получить, ты должен вложиться в этого человека, и тогда у тебя будет какая-то отдача человеческая. Нельзя только брать. Будет интересно получить потом от него еще одно письмо, когда где-нибудь, я не знаю, на парковке он пересечется с девушкой и на ней женится потом. Как он потом будет про статистику разводов говорить? Ладно, чтобы он не попал в эту статистику, а статистика действительно страшная, отец Василий. Что нам делать? Ну, знаете, здесь немножечко неправильное понимание жизни, мне кажется. Человек, он еще мало понимает в этой жизни, хотя и 40 лет, но опыта такого отношения к жизни у него нет. Видимо, здесь и воспитание, и духовность, потому что для православного человека, например, не стоит так вопрос, жениться или не жениться, да, и зачем жениться. Если вспомнить Священное Писание, самые первые главы книги «Бытие», нехорошо быть человеку одному. В этом все сказано, нехорошо быть человеку одному, поэтому для православного человека всегда здесь выбор очень небольшой. И зачем человек создает семью? Не для себя самого, чтобы у него была машина, квартира и дача, а для того, чтобы вместе с этой семьей войти в Царствие Небесное, чтобы прийти к Богу и сказать, вот я и дети мои, как тоже сказано в одном из моментов, Священного Писания. И еще, вот 40 лет человеку, здесь есть тоже один момент, человек, когда долго не определяется со своей дальнейшей жизнью, складывается такая ситуация, когда он привыкает к тому состоянию, в котором он живет, он просто замирает и дальше развиваться уже не хочет. Ему так удобно, ему так хорошо, вроде бы, да, но итог-то какой? А итог одиночества, старость и какое-то даже уныние может быть. Интолизм. эгоизм. Дело в том, что это все тоже проявление человеческой страсти. А страсть имеет такую особенность. Если человек долго в ней пребывает, она укореняется, и она становится такой вот непробиваемой, она еще даже больше произрастает в сердце человеческом. частью сущности человека уже становится. И он становится еще большим эгоистом. И уже ему, чем он старше становится, тем сложнее ему кого-то встретить, потому что он в своем эгоизме, он не хочет... Ведь семья – это когда мы друг с другом примеряемся, да, в каких-то ситуациях, терпим друг друга, трудимся друг для друга. Любовь – это процесс не статичный, а это процесс динамичный. В любви человек развивается, раскрывается, находит какие-то новые моменты, радуется, любит. А человек, когда в своей страсти замирает, он уже становится как бы вот очень черствым. Я не скажу, что неспособным полюбить, но это нужно чудо. Поэтому такому человеку надо сказать – молитесь, просите Господа, чтобы он вашу жизнь устроил по своему разумению, по разумению Божию, по воле Божией, чтобы устроил. Тогда непременно все устроится. Чуть-чуть надо отказаться от эгоизма, чуть-чуть надо отказаться от какого-то вот черствости вот этой, посмотреть глазами юноши на эту жизнь. И тогда будет легче. Любовь все-таки не статична, в браке все бывает по-разному, бывают испытания, но важно из этих испытаний выходить. И наша программа в этом помогает. Пишут нам разные письма. Вот, например, часть следующего письма «Моя жена пьет». На это письмо мы ответим сразу после небольшой паузы. Не переключайтесь. В эфире снова служба спасения семьи. Мы продолжаем нашу программу, зачитываем ваши письма, принимаем ваши звонки. Отвечаем на них, конечно же. Павел Алексеевич. Да, редкое письмо от мужчины. Всегда достается мне читать их. Вот послушайте внимательно. Мне интересно ваше мнение. Моя жена каждый день пьет. Начало такое, тяжелое. Уже год. По два бокала шампанского. Но дома чисто. Готовит вкусно. Дети ухожены. Уроки сделаны. Работает удаленно. Но каждый день вечером садится и пьет эти два бокала брюта. Ведет себя адекватно. Но меня это раздражает. В чем тут проблема? В раздражении или в алкоголизме? Я не готов поставить диагноз. Я и не врач. И кто я такой, чтобы говорить, что это алкоголизм или что-то такое. В принципе, из истории я знаю очень много примеров о пользе шампанского. И Черчилль любил, и Коко Шанель любила шампанское. И вообще шампанское замечательный напиток, который придуман для того, чтобы очень быстро стать веселым. И быстро проходит это легкое похмелье. Может быть, ничего в этом страшного нет. Потому что по той картине, которую нарисовал наш зритель, вроде все в порядке. Все накормлено, ухожено, вкусно, чисто. Работает человек, а не просто пьет. А его раздражает. Может быть, в нем что-то не так? Отец Василий. Здесь многого, наверное, мы не знаем об этой ситуации. А вот из того, что знаем, из того, что сказано, можно предположить следующее. Во-первых, со стороны мужа то, что раздражает, это уже неправильная позиция, недуховная. А что касается супруги, ну, два бокала каждый день, это уже недалеко. Скажем так. Недалеко до зависимости от алкоголя. Потому что два бокала, тем более шампанское. Врачи говорят, что легкие алкогольные напитки, а шампанское где-то средний такой напиток, да, они очень легко, к ним очень легко привыкают. Вот. Что в этой ситуации раздражает, ну, не раздражает, здесь такая эгоистичная реакция, скажем так. Конечно, надо подумать над тем, чтобы поговорить с супругой и постараться отказаться от вот этих двух бокалов. Да, страшно даже, может быть, не вино, а его количество. Оно с каждым разом все может увеличиваться, и опять-таки возникает пристрастие, вот это страшно. Вот вы правильно сказали пристрастие, наверное, страшнее всего зависимость. И созависимость тоже. А не сам, да, не сам факт. Супруг здесь как раз является созависимым. Если у нас сейчас врачи-наркологи слышат, да, есть две категории, они подтвердят, есть зависимый и созависимость. Вот если на медицинских категориях, в медицинских терминах говорить, да, вот здесь супруг, он и является созависимым. А супруга уже начинает, приближается к тому, чтобы стать зависимым, если не уже. Вот. И, конечно, над этой ситуацией надо поработать. А супругу немножечко посмотреть, а он сам-то в этом не участвовал, вот, может быть, были какие-то предпосылки к этому, да, что супруга к этому пришла. Она же не просто так взяла и села пить вот это шампанское. Наверное, есть какой-то повод, по крайней мере, даже любой человек зависимый, он пытается оправдать свое пристрастие. Вот. А второй созависимый человек, он пытается как-то выразить протест этому, да, но со стороны супруга мы не видим здесь желания помочь, а желание такое избавиться от того, что его раздражает. Здесь надо подумать над отношением друг к другу, над отношением к проблеме, и здесь, видимо, проблемы в этой семье есть. Все-таки важно не с раздражением сказать о том, что надо с этим бороться, а с любовью к ней отнестись и вместе выходить от этих групп. Алексей, вот представьте ситуацию. Вот все идет как обычно, все прекрасно, но каждый день два бокала. Ну не дай Бог. Например, вот как быть мужчине? Если меня это раздражает? Или не раздражает? В общем, можно, конечно, поменять позицию и сказать, не раздражать, я так же получаю удовольствие, да? Можно остальное зрение женщины? Маленький комментарий. Совершенно не оправдываю вот эту бедную женщину, которая два бокала. Надо мужчине все-таки посмотреть на себя со стороны тоже. Возможно, это подавленный стресс у жены, которая и работает на удаленке. Я знаю, что такое работать на удаленке, когда тебя с одной стороны дергает один малыш, другой малыш надо приготовить. Дома чисто, уроки сделаны. То есть она, как мать, и как работник, и как супруга, она, может быть, из последних сил делает какую-то работу. И, может быть, со стороны мужа нужно какую-то поддержку ей оказать, а не просто критику. Бесплодная критика ничего не сделает. Если есть проблема, ее решать надо обязательно вдвоем. Можно было бы понять, если бы он сказал, что меня это беспокоит. Он говорит, что меня это раздражает. Вот это уже тревожный очень сигнал. Проблема в этой семье. Знаете, короткую сейчас историю своей жизни придумать. У меня есть товарищ, достаточно известный человек, но не в этом дело. Семья у него, двое детей, девочки прекрасные. Он встает в 5 утра каждое утро. Он любит очень сам готовить. По дому убирается, готовит. Но он говорит, что вечером я в 8 часов должен приготовить ужин, всех накормить, сесть и выпить бокал вина. Если у меня это отобрать, то разрушится весь мой порядок жизни. Я жду этого. Я не могу сказать, что это зависимость от этого бокала вина как такового. Но есть определенный порядок, который он завел, и он ему следует, следует. Он не пьян, не алкоголик, хороший семьянин, прекрасный отец, прекрасный муж. Все дело для семьи. Вот как найти этот баланс, чтобы одно другое не перетягивало? Слова Священного Писания. Вот в воскресный день звучали слова апостола. Не упивайтесь вином, ибо в нем есть распутство. Дело не в том, чтобы выпить или не выпить бокал шампанского или вина. Вино – это добрая вещь. Дело в том, даже сказано, вино веселит сердце человека, и хлеб сердца человека укрепит. Это, конечно, духовно имеет смысл, прежде всего, о таинстве Евхаристии. Но имеет еще и смысл такой тоже благословенный напиток. Но важно не упиваться. То есть, если здесь нет пристрастия, если здесь нет такой зависимости от этого, тогда в этом нет греха. А если возникает зависимость, пристрастие, возникает раздражение, когда этого человек не получает, и еще какие-то негативные моменты, и это все может укореняться и увеличиваться, и так далее, и перерастать уже в какие-то формы алкоголизма. Вот это страшно. Кажется, что она хочет расслабиться после этого дня и не находит поддержки в супруге. Вы знаете, здесь, наверное, надо немножечко чем-то этот момент заменить. Мне кажется, в супруге не хватает, во-первых, личного пространства, и не хватает внимания со стороны супруга. Поддержки заботы со стороны супруга. Человек очень обременен какими-то бытовыми проблемами, и ему хочется перейти на какую-то, если так условно сказать, на какую-то другую территорию, свободную от этих проблем, найти, переключиться. И вот эти два бокала вина, получается, они являются переключением. Но это не всегда может идти на пользу, а точнее, чаще всего не идет на пользу. И супругу здесь надо не раздражаться, а надо беспокоиться. Иметь попечение о своей супруге, заботиться о ней так, как о самом себе. Опять-таки апостол Павел говорит, когда читается венчание, отрывок из апостола Павла, и в нем звучат наставления для супруга, чтобы он заботился о своей жене, как о своей плоти. Циготы друг друга носить. Да. И в семье ведь всегда виноваты двое. Не бывает одного. Один виноватый, второй не виноватый. Всегда. Потому что семья – это единый организм. И не может не страдать правая рука, если страдает левая. И не может не болеть голова, если страдает все тело. То есть вот это единый духовный организм. Поэтому здесь надо вместе бороться с этим. Ох, как нам хочется, чтобы не виноваты были двое, а чтобы все-таки они были счастливы, эти двое. И вот на следующее письмо. «Свекровь всю жизнь ненавидела меня». Мы обязательно разберем это письмо, ответим на эти вопросы и постараемся помочь. Не переключайтесь, пожалуйста. Скоро к вам вернемся. И снова служба спасения семьи. И мы продолжаем нашу программу. А у нас есть звонок, потому что мы не только принимаем письма, мы еще и звонки принимаем в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Говорите. Вопрос у меня про суррогатное материнство. Заключается он в следующем. У меня есть обстоятельства определенные в жизни, по которым я сейчас раздумываю, как раз не решится ли на эту процедуру. Ну, просто потому что это дает достаточно много денег. То есть вы хотите стать суррогатной матерью? Да, я хочу стать суррогатной матерью. Но скажем так, я сейчас упорно над этим думаю. И люди, с которыми я это обсуждаю, но, так скажем, организация, которая предоставляет такие услуги, там все очень серьезно. Там есть психологи, с которыми можно побеседовать. И главный вопрос разногласий с моими домашними заключается в том, что они считают, что это очень плохо, и что я потом всю жизнь буду испытывать мучения. Но специалисты, с которыми я разговаривала на эту тему, специалисты, которых предоставляет эта организация, они говорят о том, что на самом деле все построено очень грамотно. И поскольку там с женщиной проводятся специальные беседы, и поскольку после родов фактически сразу она вообще никак не контактирует с ребенком, то никаких, так скажем, мук моральных она потом не испытывает, испытывать не может, потому что ее готовят к тому, очень профессионально, что это ребенок, мы вас понимаем прекрасно, вас очень хорошо убедили в том, что все будет хорошо. Это специалисты этого порядка. А скажите, пожалуйста, у вас духовник есть? К батюшке подходили с этим вопросом? Что он говорит? Ну, вы понимаете, я боюсь подойти к этим вопросам к батюшке, потому что я думаю, что... Хорошо, тогда батюшка подойдет сейчас к вам. У нас есть батюшка в студии, отец Василий Лышев. Я хотела задать уточняющий вопрос. Сколько у вас детей и их возраст? У меня нет пока детей. Подождите, а это значит, что вам не дадут возможность выносить ребенка, потому что у вас должно быть двое детей? Просто юридически у вас такого права сейчас стать суррогатной матерью нет. Тем более, я не понимаю, как с этим вопросом подойти, так скажем, к батюшке, который... Ну, я думаю, что он вообще не будет слушать такие вещи, именно поэтому я звоню вам. Нет, слушаем, конечно, и очень внимательно слушаем. Ну, вот отец Василий сейчас ответит вам, пожалуйста. Давайте разберемся сначала с моментом целеполагания. Вот мы услышали, что цель – заработать средства. То есть цель – не материнство здесь. Вторая сторона этого процесса, организация, которая такие услуги предоставляет, у них тоже цель – заработать деньги. Поэтому им-то как раз вас выгодно убедить. Им необходимы такие люди, которые на это будут соглашаться, потому что не всякий человек будет согласен это совершить. Но все-таки вас мучают некоторые моменты, видимо, порядка совести, да, потому что совесть человеческая никогда не молчит. И даже когда человека пытаются уговорить на что-то, она всегда, ангел-хранитель, всегда человеку подсказывает, что что-то здесь не так. Иначе бы вас этот вопрос не мучил бы, вы бы его не задавали. Действительно, что-то здесь не так. Теперь давайте разберемся, что такое рождение, да, и что такое материнство, и вообще это чудо Божие. И что будет дальше с этим ребенком, да? Вам же об этом не говорят, и это вообще, судя по всему, не ваше дело, как представляет вот эта организация, оказывающая подобные услуги. Даже они не интересовались по поводу того, были ли у вас дети до этого. И, видимо, здесь даже какая-то, может быть, и незаконная деятельность. Так вот, во-первых, если говорить о материнстве, то это дело святое. То, что внутри вас зарождается, это частица, в том числе и ваша. Даже если и будут использованы другие родительские клетки, если так можно сказать, но это живой организм, который будет связан с вами очень тесно. И здесь тоже возникает некоторая материнца. Даже закон называет суррогатная материнца, то есть не настоящая. Но на самом деле происходит и душевная связь, и телесная связь происходит. А дальше мы знаем об этом, я не говорю сейчас обо всех организациях, не могу этого и не утверждаю этого, но есть случаи, и даже вопрос обсуждался на уровне государственной безопасности, когда этих деток рожденных вывозили за границу, сейчас это запрещено, для того, чтобы проводить какие-то эксперименты и, в общем-то, незаконно поступать с этими детьми. Не буду углубляться в подробности, но это очень мерзко. Поэтому будете ли вы спокойны, зная, что 9 месяцев вы находились с этим малышом рядом, а это живой малыш, который внутри вас растет, пускай даже родители у него другие, будет ли ваша совесть от этого спокойна? Нет. Но и третий момент, о котором я хочу сказать, ведь все, что Бог создает, он создает естественно для человека. Этот процесс противоестественный, который имеет глубокие еще последствия духовные, душевные и физические тоже последствия имеет. Поверьте мне, если вы совершите этот поступок, а мы, священники, знаем, что людей это беспокоит потом, вас будет это беспокоить всю жизнь, и совесть вас не оставит. И что лучше для вас? Вот эти деньги, которые, как покажет жизнь, они для вас будут нерешающими, небольшими. Или совесть, которая будет всю жизнь вас обличать за это. И вы будете думать, где этот ребенок, что с ним произошло. Не делайте этого. Лучше будьте спокойны, пусть ваше сердце будет спокойно. Не совершайте греха, потому что всякий грех – это зло, которое имеет далеко идущее последствие. И здесь тоже будут последствия. Лучше подумайте о том, как создать семью, о том, как найти любимого человека, и о том, как родить счастье, которое будет потом вас оберегать, которое будет за вас молиться, и которое будет заботиться о вас. Да, лучше родить ребенка своего, себе. Родить ребенка, да даст Господь ребенка, даст сына ребенка. Так у нас говорят. Вы знаете, я вспомнил в нашей практике вот несколько дел было, два точно мы в них участвовали, когда матери, суррогатные, рожали, вынашивали, рожали и не отдавали ребенка. Интересно, что наш закон, который достаточно жестко в этой ситуации смотрит на ситуацию, он говорит о том, что если мать даже выносила подсаженный, так сказать, ну как называется, не хочу эти слова употреблять, значит, подсаженный плод, да, скажем так, потом родила и решила не отдавать ребенка, вопреки всем договорам, обязательствам, которые подписала, закон встает на ее сторону. Она считается матерью выносить ребенка. И было дело очень известное, когда суд один прекрасный перевернул закон и сказал отдать ребенка. И вот несколько лет эта мать, которая родила, выносила не своего ребенка, она скрывалась с этим ребенком, понимаете, это ужасно, тяжелейшее было дело. Сейчас там половина сидит, половина в бегах по этому делу, такая страшная была история. Вот в силу того, что когда-то кто-то пролоббировал, мы допустили эту ситуацию. И вот люди, как наша телезрительница, стоят перед таким моральным выбором. Когда хочется заработать, но ты боишься последствий душевных, духовных, и что дальше будет, и как ты будешь потом жизнь жить. Правильно, как батюшка говорит? Потом совесть будет обличаться. Как юрист и как священник, я уверен в том, что надо запрещать это суррогатное материнство. Потому что это процесс противоестественный. В природе человеческой этого не заложено, так не должно происходить. А все, что противоестественно, оно наносит вред и душе, и телу. Это вот как с абортами произошел момент, да, сто лет назад. Когда легализовали аборт, убийство детей, хотя это безсомненное зло. И сейчас то же самое. Но это же должно быть противозаконным. И сознание это так и принимает. И она поэтому к нам звонит. Но мне кажется, ответ тут, он прост. Ведь она еще не рожала. Если бы она родила, почему закон не разрешает вступать в суррогатное материнство, в эту программу женщинам, которые не рожали? Она, уже пройдя этот механизм, она поймет, что отказаться от своего ребенка практически невозможно. Да и даже убрать слово практически невозможно. Родив первого-второго ребенка, она понимает, что отдать свое дитё невозможно. Алексей, вы как юрист. Как отец. Я не как юрист, я, наверное, как человек скажу. Что, как сказать, психологи залечат это сейчас. То, что вот она выносит, родит, отдаст. Допустим, они эту заплатку положат вот сейчас. Человек живет, мнение о жизни меняется, опыт приобретается. И вот правильно отец Василий сказал, да, вот эта совесть, которая, она может добить и привести к очень плачевным, как бы сказать, обстоятельствам. Когда 20 лет спустя человек будет сидеть и вот самоуничижением вот этим заниматься. То, что да, я там когда-то отдала ребенка там. За деньги. За деньги, да. Если, не дай Бог, в будущем детей не пошлет ребенок, Господь не пошлет детей. Тут, как бы сказать, это вот эти вот ошибки мимолетные, которые потом могут вот целый клубок проблем вырасти на ровном месте причем. А вы знаете, о чем, в чем вообще вся проблема? Проблема в том, что человек не имеет смирения принять то, что ему дает или не дает Бог. Я хочу детей, мне вот надо. Или я не хочу детей, я готов сделать все, чтобы вот, понимаете, вот это вот эгоистичное я, оно не способно к любви. А если человек действительно любящий, если человек верующий, мы сколько тоже знаем примеры, когда не имеет семья детей, но есть же и приемные дети тоже. Они же тоже нуждаются в любви. Вот у нас бы никогда не было бы детских домов в истории, если бы люди руководствовались бы вот не этим «я». И никогда не было бы абортов, если бы люди не руководствовались этим «я». И суррогатное материнство не нужно было бы, если бы все жили бы немножечко вот думая, больше доверяя своей совести, больше доверяя Богу. Ведь вера, она не только в том, что вот я верующий, я крещённый, всё хорошо. Нет, надо доверять Богу. Если Господь не даёт детей, значит, ну, сейчас не тот момент. Значит, нужно довериться, попросить. И если всё равно не даёт, значит, какой-то, наверное, другой жизненный путь должен быть. Помолиться, посоветоваться нужно, посмотреть на свою жизнь. И подойти немножечко не с эгоистичной точки зрения, а с верой, с доверием к Богу и к своим близким тоже. Тут ещё ужасно, что камень преткновения – это деньги. Хочется телезрительнице пожелать всё-таки родить своих детей, родить первого ребёнка. Я думаю, уже тогда сознание изменится. Посмотреть, как живут многодетные семьи. Как раз мы часто показываем такие материалы, показываем, какое счастье в многодетных семьях, несмотря на все сложности, несмотря на то, что там и денег бывает не так много. Но вот откуда-то эту радость они берут, откуда-то вот этот источник энергии в этой семье существует. Давайте посмотрим, как живут многодетные семьи. Лилит Горелова никогда не думала, что в её жизни появится такое количество детей, и что все они станут для неё родными. Всего 36 детей нашли приют и любовь в большом сердце Лилиты. И с каждым из них произошло чудо, благодаря вере, надежде и любви. Для каждого из детей, кто сейчас сидит за столом, семья – это не просто слово. Перед тем, как попасть в дом Лилит, все они прошли тяжёлый путь. Кто-то бродяжничал, кто-то одиноко сидел в интернате. Именно поэтому сейчас все дети научились, пожалуй, самому главному в жизни – ценить то, что имеешь. Семья – это вот любовь. Любимый человек рядом всегда, помощник. И самое замечательное, мне кажется, то, что есть на земле – это семья. Я, может быть, что-то такое умное сейчас скажу, но мне кажется, что институт семьи – вот это создал Господь. И всё, что Господь создаёт, это и есть воля Его для каждого человека. Что для тебя семья, Вить? Семья – это когда ты живёшь, дружишь и слушаешься. Повторю Витиной слова. Семья – это когда ты живёшь. Дело в том, что до шести лет Витя воспитывала дворняга. Мама с бабушкой жили в соседней комнате, а отец этажом выше. Мальчика обнаружили благодаря медсестре, которая делала ревизию медицинских карточек в поликлинике. Разбирая документы, она поняла, что ребёнка не показывали врачам с трёх месяцев. Тогда-то и вскрылась страшная правда. Мальчик Маугли лаял на луну, бегал на четвереньках и ел из собачьей миски. В каком вы состоянии его взяли? Вот расскажите о нём, каким он был и что с ним за вот эти 14 лет, что с ним происходило? Ну, самое ужасное, то, что он всего боялся. Шесть лет. Ребёнок не гуляет, он закрытый в помещении. К шести годам Витя не умел ничего. У всех членов семьи заканчивалось терпение. И даже у Лилит. Нам понадобилось много-много времени, чтобы он что-то сделал. Я говорю, дети, смотрите, вот у нас уже были беспризорники, но они такие активные все, такие инициативные. Я говорю, вот так, вот так, вот так. А ещё ночью уводит ребёнок и не спит. И тогда детям было предложено два варианта пути. Они должны были сами решить, какая жизнь ждёт Витю дальше – в семье или в психоневрологическом интернате. И надо знать этих детей, чтобы понять, почему они спасли Витю. Когда Лилит приехала в 90-е годы в Москву с тремя детьми, она впервые в жизни увидела беспризорников. Мои старшие сыновья были их возраста. Одному было 12, другому 9. И среди этих детей были дети вот такого возраста. Я не поняла, где их родители, что с ними случилось. Между Лилитой и детьми завязалась дружба. Лилит организовала свой дом милосердия. Они до сих пор с вами поддерживают связь, да? Да, конечно. Вот те самые беспризорники. Вот ремонт этой квартиры сделал Лёшечка. Лёшечка – это кто? Лёшечка – это первое поколение беспризорников. С раннего детства Лилит и Александр стараются приучить детей к своему образу жизни. Жизни в любви, согласии и в действии. Любить – это значит принимать, принимать в семью какая-то жертвенность должна быть. Потому что источник всего, конечно, это Бог. Мама всю жизнь внушала, найди обеспеченного мужа. Как воспитывают сейчас девушек? И, может быть, женщины просто ищут не любовь, а что-то ещё? У вас есть как раз сейчас время, чтобы задать нам свой вопрос. И, пожалуйста, не переключайтесь. Мы скоро вернёмся к вам. В эфире служба спасения семьи. Ну вот вопрос, который Наташа задала, перед тем, как мы ушли на короткую паузу. Надеюсь, вы на неё ответили. А пока вы думаете над этим, мы ещё одно письмо зачитаем. У нас много вопросов, вопросов наших телезрителей. У нас много ответов. У телезрителей много вопросов. Я зачитаю. Была домашним ребёнком четверть века. Смогла съехать от родителей только после замужества. Мама всё детство внушала, что я должна получить то образование, которое выбрала она. А сразу после найти обеспеченного мужчину, который влюбится и быстренько женится на мне. Ведь замужество и продолжение рода, хранение очага – единственная цель женщины. Всегда считалась её маминым мнением и поступила так, как она хотела. Теперь же не знаю, кто я, какая я и чего я хочу. Не люблю мужа, он непривлекательный. Зарабатывает выше среднего, но нам не хватает. Заставляю себя с ним жить. Да, он любит меня, терпит истерики. Живу как робот. Пытаюсь изображать очаровательную девушку, чтобы нравиться друзьям мужа. Это не приносит ни радости, ни удовлетворения. В душе абсолютная пустота. Думаю, завести детей, может, хоть это как-то поможет мне жить. Ой, бедная какая. Бедная, бедная. Слушай, прям так жалко её на самом деле. Она говорит, как робот. Роботы истерик не устраивают, извините. С роботом, наверное, легче жить. Вопрос, помогут ли дети или, наоборот, они станут жертвой таких отношений? Ну, тут смотря, что для чего. Она же говорит, может быть, детей завести. А вот вы захотите завести, а Господь не даст. И что тогда будет делать? Ну, немножко надо в себе разобраться и немножко себя поправить. Если она его не любит, всё равно будет уже. Если она его не любит, то дети не дети. Только усугубит ситуацию, ещё будут и дети страдать. Дети будут несчастны. И они будут обвинять и детей теперь ещё. Сейчас мама обвиняет, всех вокруг обвиняет. Кто тебе мешал 20 лет уйти от мамы, жить самостоятельно? Здесь не только мама. Здесь есть ещё личный момент. Ведь почему-то она сделала этот выбор, как мама сказала. Значит, она согласилась с этим. Значит, она где-то пошла на принцип против своей совести, против своего желания. Когда происходит венчание, священник задаёт такой вопрос. Имеешь ли ты такое-то, такое-то желание благое и непринуждённое взять себе в мужья или в жёны такого-то или такую-то? Вот здесь этого не было желания благого и непринуждённого. Но на это было тоже дано согласие внутреннее. То есть человек где-то сам себя внутри обманул. Это причина. А теперь что с этим делать? Конечно, нужно разобраться в своей жизни и духовной жизни в первую очередь. Понять вообще, где правда, где ложь в жизни. Может быть, супруг действительно любит её? Может быть, действительно не всё так плохо, как кажется? И опять-таки, допуская вот такие утверждения, что всё плохо, всё не так, может быть, здесь человек, вот эта вот девушка занимается таким вот самокопанием, да, какое-то вот есть неудотворение. Но если есть хотя бы любовь с одной стороны, то есть надежда, что она и с другой стороны. Я хочу пожелать вот этой девушке, чтобы она постаралась разобраться в себе. Вы правильно очень сказали, Павел. И пожелать, чтобы любовь у неё действительно в семье возникла. Это возможно. Я вам говорю, что это возможно. Помолитесь Бога, попросите, и сами по-другому на эту всю ситуацию посмотрите. Может быть, тот непривлекательный человек, может, он вас любит. Может быть, не всё так плохо, как вам кажется. Но и, конечно, пора жить самостоятельно, самой принимать решения. А за то, что уже были приняты решения, нужно, конечно, за них отвечать, и уже в соответствии с этим дальше строить свою жизнь. То есть не надо сейчас спешить разрушать семью, не надо спешить принимать решения. Вот дети без любви и так далее. Нужно сделать такой вот стоп. И немножечко нужно оценить своё положение духовное, душевное. Где вы сейчас находитесь? Кто вы? Кто рядом с вами? Чего вы в жизни сами хотите? Ведь ничего у нас в жизни не происходит без нашего желания. Бог и то спасает человека, если человек этого хочет. Вот я вам желаю разобраться в себе, и я вам желаю обрести любовь в том браке, который сейчас у вас есть. Вот какое счастье у вас. Вы нам написали, что вы такая несчастная, а у вас огромное счастье. Вас любит человек, понимаете, любит, который рядом с вами. Ваш муж. У нас такое количество писем приходит, где кто-то кого-то не любит. И говорят, ну как же так, я ему всё отдала, а он меня не любит. Вот вы сейчас попадаете в эту ситуацию, что вам человек всё отдаёт, а вы его не любите. Полюбите его, полюбите, почувствуйте это счастье, что с вами любящий человек живёт. И вам станет легче. А самое главное, в браке так всё непостоянно, и люди меняются этими ролями. И в этом и смысл, что полюбить его. Ведь вступил где-то в сделку с совестью, ты сказал, что его любишь, а теперь ты должен возрасти до этого. Тем более, что вторая сторона тебя очень любит, и вкладывается, и жертвует, и благодарит. Уехала жена на две недели. Мы с сыном остались дома одни. Прошло всего три дня, но жена просит по телефону. Сделайте так, чтобы я не скучала по вам. Дома как раз беспорядок. Мы, не думая, сбрасываем фото с заваленной посудой кухни, на что она отвечает. Я бы всё отдала, чтобы сейчас убрать нашу кухоньку. Сын в ответ на полном серьёзе кричит. Мама, тогда приезжай, у меня как раз нет чистой ложки поесть хлопья. Это провал, подумал я. Набрался сил, включил посудомойку. А у вас как в семье? Спрашивает этот замечательный мужчина. Ну, а такое забавное письмо, мне кажется. Это счастливая семья, видимо, да. Потому что... Мама скучает по просуде грязной. Мама скучает, а её мужчины немножко поленились и сделали к её приходу подарок. Вот с ума стремится наша жизнь. Да, конечно. Только там потом бегаешь, кричишь, кто наганит. Поделитесь секретами вашей счастливой семьи. Мы даже и не знаем этих секретов. Просто живём. Мы их запишем в рубрику «Лисички на секреты». Откровение, да? Откровение. Лисички на секреты. Откровенность надо просто быть откровенным друг перед другом. Если есть какие-то проблемы, их надо проговаривать и решать. Не держать камень за пазуху. Всё можно решить. Всё можно как-то преодолеть, если вы вместе, если вы заодно. А если один везёт, а другой только подкладывает, ну, радости не будет. Супруги, они потому и есть, что супруги, что они вместе должны как-то всё... Запоряжены. Да. Люди должны разговаривать. Обязательно. Согласитесь, да. Мы же люди, мы должны разговаривать. Самое главное, если вернуться к началу нашей беседы, как встреча произошла. Он говорит, я на тебе женюсь. Он сказал, он сделал. Да, он сказал. А Марина приняла его предложение и согласилась. То есть искренность. Не сразу. Согласие. Не сразу. Вот она думала. Вот. Рассуждение. Он оказался очень самонадеянный, но начал какие-то поступки делать. Он, да, он добивался, он был очень серьёзным. Нет, я добиваться начал после второго раза. Да, после второго. То есть совершенно случайно пересеклись. Да, и он тут же сказал, я ничего не забыл. Надо заканчивать этот вопрос уже, закрывать. Не случайно были первые, вторые встречи. Конечно, ничего случайного нет в этой жизни. Господь вас приводил, да? Да. Обожаю такие истории. Вот в этих отношениях самое главное быть действительно искренними друг с другом. Честность, искренность, верность, любовь, ответственность. И в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии. Всегда будет усталость. И это труд всегда. Это не просто так, ах, я тебя люблю, и всё. Это всегда труд, и всегда ответственность. Причём взаимная. Да. Здорово. И хороший результат – это восемь детей. Чего мы всем и желаем. В эфире служба спасения семьи. И с нашими экспертами и священниками мы будем стараться помочь спасти именно вашу семью. Да, искренность в чувствах, искренность в поступках, искренность в делах. Обязательно пишите письма на наш электронный адрес или по номеру телефона. И помните, безвыходных ситуаций не бывает. Божьей помощи вам. И до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok